Парламент Украины Парламент Украины признал геноцид крымских татар и назвал политику России в их отношении этноцидом. Постановление признает депортацию народа из Крыма в 1944 году геноцидом и устанавливает 18 мая днем памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. При этом по предложению нардепа Николая Княжицкого в постановление внесли положение о нынешней политике России сознательного этноцида крымских татар. Органы Российской Федерации, начиная с дати початку темчасовой окупации, их политика есть известной политикой этноциды крымско-татарского народа. Спасибо, прошу поддержать. Из солидарности с Крымлы нардеп Юрий Лозовой говорил с трибуны на крымско-татарском языке. Документ поддержали 245 народных депутатов. При этом, например, один крымчанин не голосовал. Это Сергей Куницын, он входит во фракцию блока Порошенко. Не голосовали и почти все представители УПА-блока. Только один нардеп из этой фракции, Юрий Мирошниченко, отдал свой голос за постановление. Напомним, в феврале прошлого года Мирошниченко заплакал в эфире «1 плюс 1» и просил прощения за события на Майдане у украинцев. Остальные представители УПА-блока еще до голосования объясняли свой будущий поступок по-разному. Мы поддерживаем крымско-татарский народ, но мы не поддерживаем пиарские акции, которые проходят на этом тле, с боку некоторых народных депутатов. Мы сейчас вызначаем фракцию, вызначаем и принимаем решение, что не вызначилось. А это был геноцид в 2004 году? Ну, смотрите, прежде всего, есть хотя бы одна страна в мире, которая вызнала это геноцидом. Это так же, как Голодомор. Вот мы вызнаем Голодомор, так, и есть у нас закон. Но при этом, когда мы вернулись до других стран страны, чтобы Голодомор вызнали геноцидом, вы знаете эту историю. Так же и тут. Нам нужно юридично, грамотно подойти. То есть, мы вызнаем, что было гноблено крымско-татарского народа. Чи подпадает это под святую норму геноциду, вот тут нам нужно радиться с европейскими юристами, святовыми юристами, чтобы мы приняли правильное решение. З опозиционного блоку проголосовал лише один народный депутат, пан Мирошниченко. Все другие або не голосовали, або отривалися. Это их позиция. Они не могли голосовать другие, поскольку опозиционный блок по всех таких вопросах, которые, знаете, являются принципово важными для усведомления украинским суспільством своего сегодняшнего состояния, для сбережения исторической памяти, их хозяева, Москва, надает им команду не голосовать. И они не могли голосовать за эту постанову. Напомним, в течение трех суток, начиная с 18 мая 1944 года, из Крыма депортировали больше 238 тысяч корымлы. Почти все крымско-татарское население полуострова. В местах депортации в первые же три года от голода и болезни погибло до 46% депортированных. Данные об этом активистам крымско-татарского народного движения удалось собрать в 60-х годах. Президент России распорядился создать некий орган в Крыму, который будет взыскивать с жителей полуострова кредиты, оформленные ранее в украинских банках. Об этом на заседании самопровозглашенного правительства Крыма заявил Сергей Аксенов. По его словам, создана рабочая группа и так называемый Совмин определит уполномоченный орган для этого. Окупационные власти и раньше заявляли о том, что крымчанам все же придется рассчитаться с этими долгами через некий единый центр. Теперь на это есть добро Путина. Удивительно, но без распоряжения из Москвы в Крыму уже взыскивали долги различные структуры. И решать это все именно с точки зрения заключения соглашений, дополнительных кредитным договорам, но с уполномоченным органом, который будет назначен правительством Российской Федерации. Только после этого. А сейчас все заморозит. Уже коллекторы появились. Граждан наших пытаются терроризировать разным образом, в том числе через социальные сети, посылают повестки и так далее. То есть ситуация неприемлемая. Так, например, в эфире Государственного российского канала «Первый Крымский» неделю назад руководитель одного из центров по сбору долгов крымчан уверял, что его компания взыскивает кредиты на законных основаниях. Некая АО «Фондовый конверсцентр» выкупила кредиты крымчан в Альфа-банке и Сбербанке. Утверждают договора о уступке, оформленные в полном соответствии с законодательством Украины и законодательством Российской Федерации. То есть документы есть, где украинские банки соглашаются на эту, собственно, процедуру, и вы людям можете эти документы предоставить? Мы предоставляем эти документы всем, кто желает их увидеть. Другое дело, что все-таки оригиналы, их же не 27 тысяч оригиналов, а заемщиков 27 тысяч, ну, указанных банков. О том, что крымчанам придется выплачивать долги украинским банкам на полуострове, очевидно, знали заранее, но ждали решения из Москвы. Например, в так называемом Госсовете Крыма, аргументируя необходимость возврата денег должниками, учитывали интересы российских банков в Украине. Приведу пример. Если жесткое решение, допустим, будет принято, что крымчане долги не будут отдавать, если построить такую модель, спрогнозировать, а что будет, если. Ну, а вдруг правительство Украины принимает решение о том, чтобы украинцы не отдавали кредиты дочкам российских банков. Вот я просто немножко знаю статистику, и объем выданных кредитов в Крыму в 8 раз меньше объем кредитов, выданный российскими банками, жителям Украины. В случае асимметричного ответа, опять же, попадут российские банки. Опрошенные нами крымчане считают, что возвращать кредиты нужно. Идею о создании некоего единого республиканского центра по взысканию долгов поддерживают. Если сюда к нам, то это, по-моему, хорошо. Все-таки они будут у нас. Потому что, ну, если люди брали, то, по идее, надо возвращать. Я так считаю. Потому что, ну, как-то ушли, ушли. А тут вот все-таки у нас где-то что-то добавится. В принципе, справедливо, почему те, которые вкладывали деньги, там, депозиты, там, эти банки, которые закрылись, они получают от государства. А человек, который взял деньги, он же должен все это свои действия как-то отвечать. Любое дело, правильное, может быть, мыслим, может быть, не обязательно засядевать этим банкам, которые ушли. Нормально, если будет все в разумных этих самых пределах, то почему бы нет? Почему бы нет? Это вообще-то, по-моему, справедливо будет. А мы должны им беречь эти деньги, что ли? Деньги должны работать. Как скоро на полуострове создадут орган, собирающий долги по кредитам, и куда эти деньги пойдут дальше, пока не уточняется. В должниках перед украинскими банками числятся около 350 тысяч крымчан. Их кредитные обязательства, по информации Аксенова, коллекторы выкупают за 20% от суммы, требуя из крымчан выплаты 100% обязательств. И не лишнее будет напомнить о непостоянстве российского гаранта. Например, вот эфир от апреля 2014 года. Оформил в лизинг машину для личного пользования в приватбанке. Осталось платить до полного погашения два года. Машина оформлена на группу «Автоприват» в Киеве. Приватбанк ушел с полуострова. Как быть? Ну, катайтесь спокойно. Вот теперь крымчанам станет уже не до смеха. За использование кредитного имущества заплатить, похоже, придется. Признают ли это украинские банки, которые не продали долги крымчан различным структурам? Вопрос, скорее, риторический. Охота на дрова в Крыму идет полным ходом. Окупационные власти срывают отопительный сезон в населенных пунктах, где еще нет газа, и людям приходится топить по старинке деревом и углем. Проблема коснулась 30% крымчан. Это официальная цифра так называемого совмина Крыма. И на этом фоне вдруг появляется заявление оккупантов. Они хотят исключить из Красной книги России сосну крымскую. При этом заявление делается на пресс-конференции по теме отопительного сезона. И звучит оно от назначенного Аксеновым главным по дровам и углю вице-премьера Николая Янаки. Но мотивы указываются совершенно иные. Санитарная рубка. Я и правительство работаем над тем, чтобы исключить сосну крымскую из Красной книги России. Не потому, что мы хотим ее вырубать и предоставлять на Новый год, а потому, что нам нужно ввести санитарные рубки, нам нужно ввести проходные рубки. И вы видите, какое огромное количество сосны пропадает сегодня, в том числе и в городе Симферополе, для того, чтобы ее сегодня снести, эту сосну, мы не имеем права этого сделать, потому что она в Красной книге. Поэтому уже работа проделана. Я думаю, что на выходе мы исключим ее из Красной книги Российской Федерации именно для Республики Крым. Прямо заявление о том, что сосна крымская пойдет на дрова, Янаки не сделал. Напомним, сосна крымская даже в Красной книге РФ обозначена со статусом «под угрозой исчезновения». В крымских селах люди озабочены поиском денег на возможные для них средства отопления. Цены бьют по карману. Но вариант с возможной вырубкой крымской сосны на дрова не одобряют. 14 тысяч, 6 кубов с козометром. Возят лес, вот, кушняк. А эти, ну как там лицо, наоборот, озеленение должно быть. 12 с половиной машину брали. Газон. Как это сосны пилить? Да соснуху будет пилить она. Что там с ее дров? Во-первых, они же ранние еще, их сколько лет? Наверное, лет, сейчас скажу, лет по 20, не больше. А сосная. Вот те сосны, там, тем лет по 50. Вот туда, в ту сторону. Конечно, дорого. Один уголь что стоит, и дрова так же. Вот, дорого. Я бы слышал, да, там дрова, буквально там через два месяца, что ли, что-то будет давать или еще там, короче. Чтобы пойти сразу купить, его нету нигде. Вроде бы так, я слышал. Но оно так и есть. Дрова с дровами проблема, конечно. Лично я, допустим, у меня свой сад. Вот каждый год, допустим, обрезку делаем. Вот что, короче, мы сможем высушить, сохранить, то сохраняем, топим. Если надо будет, там уже подкупаем. У меня дрова еще остались с прошлого года, я еще не брал в эту воду дров. Это еще дрова у меня есть. Я и свой там сад попилял, выкорчевал. Вообще, дорого, очень дорого поезд. Если бы я один, то не хватило. Так вот с бабушкой, бабушка получает пенсию. Я с двой, с двой, две пенсии нам кое-как. Но не за один же месяц, конечно, понимаешь. Я даже не за месяц, а мы собираем, целый год собираем, чтобы осенью потом купить уголь, купить дрова. В дровах для отопления нуждаются 5783 крымских семьи. В оккупационном совмине для решения проблемы выдвинули еще и идею вернуться к нормам СССР. При Советском Союзе было очень хорошее правило, норма. На одно домовладение, на одну печь 1,4 кубических метра дров. Мы сегодня отпускаем по 3,5. Поэтому я хотел бы обратиться к крымчанам и попросить по возможности до Нового года брать по 2 кубических метра дров. После на той же пресс-конференции Янаки предложил вообще ноу-хау. Людям без газового отопления посоветовал отказаться от дров. Как разжигать каменный уголь в печах без них не пояснил. Напомним, 27 октября самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов потребовал привлечь к дисциплинарной ответственности куратора ситуации Николая Янаки, который еще в августе уверял, что в течение двух месяцев все очередники Крыма будут обеспечены дровами. Как минимум половина переселенцев, поселенных в модульные городки, не смогла встать на ноги и вести самостоятельную жизнь без волонтерской помощи. Об этом заявляют эксперты ресурсного центра помощи переселенцам по итогам своего мониторинга в местах проживания. Модульные городки были созданы в этом году в пяти регионах Украины при поддержке правительства Германии. Они стали временным пристанищем почти для двух тысяч вынужденных переселенцев. 52% респондентов заявили про то, что співвідношение заработной платы, которую они получают, и оренда на житло не позволяет им виселиться из этих модульных мест и самостоятельно орендувать житло. Они честно нам заявили про то, что даже если пів року им будут вынаймать житло, после сплива этого сроку они не смогут самостоятельно дальше себя обеспечивать, а также обеспечивать свои семьи. Большинство опрошенных переселенцев заявили, что их удовлетворяют условия проживания в модульных городках. Дискриминацию со стороны местных властей и органов власти, по словам переселенцев, они здесь тоже не ощутили. И тем не менее полноценно адаптироваться на новых местах жительства им мешает безработица. Большинство таких переселенцев относятся к социально незащищенным категориям граждан. В семьях по два-три несовершеннолетних ребёнка, трудоспособны менее половины жителей модульных городков. Многие ищут работу по несколько месяцев. Значительная часть людей, которые в течение шести и более месяцев по-прежнему не могут найти работу. Во многом это связано с уровнем ожиданий среди переселенцев по отношению к будущей работе. Они склонны сравнивать ситуацию, в которой они находятся сейчас, с их карьерой, с их уровнем заработной платы и условиями, которые у них были в мирное время. Большинство опрошенных экспертами жителей модульных городков заявили, что для полноценного обеспечения своих семей их доход должен составлять от 4 до 8 тысяч гривен в месяц. При этом причинами отсутствия работы называют нежелание местных работодателей трудоустраивать переселенцев, а также неподходящие для их квалификации предлагаемые вакансии. Эксперты отмечают, что истинная причина может крыться в другом – в психологических травмах, которые не позволяют переселенцам начать новую жизнь. У некоторых людей эксперты выявили признаки так называемой социальной инвалидности. Эти основы считают после этого визита и исследования, что фактором, который причиняет это явление, есть конкуренция за гуманитарную помощь, которая, на жаль, иногда возникает в этом среде. Первое – это когда люди демонстрируют или воспринимают как преимущество наявность в себе доведения о инвалидности, наявность в себе хвороб или собственной бедности. И второе – это все происходит на течение отсутствия своих действий для того, чтобы улучшить свой статус. Большинство переселенцев из модульных городков выразили готовность работать с психологами и повышать профессиональную квалификацию. Но в этом случае важна и государственная помощь, отмечают эксперты ресурсного центра. Поскольку встать на ноги самостоятельно переселенцы в ближайшее время вряд ли смогут. Будет зависеть от многих факторов, как государство и как будет себя поводить, или будет на законодательном уровне что-то принято, и так, и каким образом будет действовать международная сообщество, международные организации в следующем году. Первое, что самое важное для этого всего – это должен закончиться, собственно, сам конфликт. В ближайшие дни эксперты ресурсного центра намерены провести круглый стол с представителями общественности и государственных ведомств. Хотят привлечь их к разработке государственной стратегии работы с переселенцами из модульных городков и социально незащищенными группами людей. К сотрудничеству приглашают всех желающих. Продолжение следует...